Приступаем к шестому видео уроку обучающего курса по основам работы на компьютере. В этом видео уроке я хотел бы установить две программы для просмотра видео файлов, то есть фильмов, и прослушки аудио файлов, то есть музыки. Это очень популярные программы, удобные в установке и простые в использовании. Наверняка они у вас уже установлены, но посмотрите процесс установки все равно вместе с нами, потому что все программы на вашем компьютере будут устанавливаться подобным образом. Итак, приступаем. Для начала установим программу для просмотра видео. Это программка GOM Player, можете ее скачать по ссылке ниже. Как скачивать? Программки и видео уроки я показывал в вступительном уроке этого курса. Нажимаем двойным щелчком. В Vista задается много вопросов, вы нажимаете продолжить, разрешить, в XP обычно такого нет. При каждой установке любой программы читайте тот текст, который написан в окне. Когда прочитаете, нажмите далее. Если вы не согласны, то нажмите отмена. Здесь все нормально, нажимаем далее. Здесь лицензионное соглашение. Здесь на английском, но так как программа очень известная, то никаких проблем не будет. Нажимаем принимаю. Дальше выберите тип установки. У нас общий, то есть мы устанавливаем всю программу. Выбираем. И здесь ставьте все галочки всегда. С исключением некоторых. Открыть домашнюю страницу давайте уберем, а все остальное оставим. Нажимаем далее. Дальше папка установки. Как я говорил, все программы устанавливаются на системный диск в папку Program Files. Давайте просмотрим весь путь. Нажимаем обзор. Выбираем мой компьютер или компьютер. Диск C. Program Files. И нажимаем ОК. Он сам создаст папку, в которой установит программу. И установить. Процесс установки вы можете видеть по зеленой линии, которая идет. Обычно программки такие устанавливаются очень быстро, потому что они маленькие. Но большие программы, например, игры, устанавливаются достаточно долго. Так, все. Она устанавливана. Нажимаем Готово. Итак, давайте запустим ее. Двойным щелчком. Здесь начальные настройки. Выберите свой режим дисплея и списка ниже. Я обычно выбираю всегда нормальный режим. Это для большинства пользователей, у кого обычный монитор. У кого монитор отличного, то есть высокого качества, например, какой-нибудь ЖК, то выбирайте режим высокого качества. Но я выбираю нормальный режим. Нажимаем Далее. Здесь все понятно, я надеюсь. Кодек, две галочки поставьте. А динамики, вот у кого два динамика, выбирайте два канала. У кого четыре динамика, четыре канала. У кого пять и больше, выбирайте пять каналов. Вот это не трогайте. Это вам не надо. У меня два динамика, поэтому я выбираю два канала. Нажимаем Далее. Вот здесь, какие файлы будут воспроизводиться в гомплеере Ставьте все галочки, потому что нам нужно, чтобы воспроизводились все файлы Нажимаем далее Здесь установить размер шрифта субтитров Нажимаем шрифт по умолчанию И выше среднего Тут все в принципе нормально стоит Далее И запустить гомплеер сейчас Да, нажимаем, готово Продолжить Это в Vista опять задается много вопросов В XP такого быть не должно Вот он запустился Давайте закроем И сейчас нужно установить его как программу по умолчанию для запуска фильмов Заходим в мой компьютер Если у вас есть фильмы Они наверняка должны быть Заходим в диск D Фильмы И вот нажимаем правой кнопкой мыши По любому из фильмов Так, это закроем И выбираем свойства Помните, мы с вами рассматривали, каким приложением открывать тот или иной файл Да, вот теперь выбираем изменить Обзор И здесь ищем гомплеер Обычно папка так и называется Гомплеер, да Ищем Вот он Гомплеер И вот Убираем сам гомплеер, да Открыть Окей Применить Окей Видите Теперь он будет открываться с помощью гомплеера Нажимаем два раза Ждем И он начинает проигрываться Да Так, закроем Теперь давайте установим программу для проигрывания песен Это программка Винамп, очень популярная Ее также вы можете скачать ниже Нажимаем два раза Нажимаем продолжить И выбираем язык Нажимаем стрелочку Русский Окей Здесь тоже все читайте Всегда все читайте Если на русском Да и на английском в принципе все понятно Нажимаем далее Здесь тоже условия принимаем Потому что программка известная И они не будут себе репутацию портить И также выбираем обзор Винамп Но видите здесь уже стоит все по автомату Если не стоит Сделайте как мы делали в предыдущий раз Давайте проделаем еще раз Обзор Компьютер Диск С Программ файлс И окей Нажимаем далее Здесь ставим Все галочки Или полную установку выберите Подключаем модуль Винамп Дектора Это нам не надо Здесь галочку не ставьте Нажимаем далее Здесь тоже везде галочки Поставьте если нету Нажимаем опять далее Вот здесь все галочки снимите Это рекламки такие Они не нужны Будут только загрязнять ваш компьютер Нажимаем установить Часто установка проходит достаточно долго Вот если сейчас будет долго То я остановлю и зайду позже Так Он быстро идет Потом мы с вами сделаем предварительные настройки Там тоже все просто Программки очень удобные Я повторяю Ими очень многие пользуются Вот Так сейчас я выйду А нет Выходить не надо Все установилось Подождите Идет копирование файлов Так Вот теперь Запустите Винамп после закрытия установщика Да Ставьте галочку Нажимаем готово Сейчас опять предварительные настройки будут Тут тоже все просто Выберите обложку Обложка Это тот вид Который будет показываться у вас на экране Я обычно всегда выбираю Винамп модерн Но вот она здесь показывается справа Поэтому Пощелкайте один раз Посмотрите Какой вам нравится Вот выберите Винамп модерн Далее Вот здесь тоже все прочитайте Все понятно Что воспроизводить Здесь обычно все ставится Но я вот воспроизводить Звуковые компакт диски Не буду ставить Если у вас есть куча дисков С вашими любимыми исполнителями То поставьте То есть при запуске диска Он будет воспроизводиться Винампом Нажимаем далее Здесь тоже все галочки Оставьте Это при соединении с интернетом Будут разные подсказки Даваться вам Если вы не будете разбираться Нажимаем далее Здесь адрес электронной почты Страна Пол Но это не обязательно Поэтому вот здесь галочку уберите Разрешите отправку анонимной статистики И нажмите готово Все параметры сохраняются Запускается Вот он запустился Давайте закроем его И зайдем в мой компьютер Выберем ту папку В которой у вас хранится музыка И так же поставим Его проигрывателем по умолчанию Нажимаем правой кнопкой мыши По аудиофайлу Свойства И вот приложение Винамп У меня уже выбрано Давайте еще раз Все равно, чтобы вы запомнили Обзор И здесь ищем Винамп Он обычно сам внизу W последняя буква Винамп И вот выбираем Винампа, а не Винампа Открыть Окей Применить Теперь нажимаем Два раза И она запускается С помощью Винампа Вот стоп Вот здесь закрываем Стоп это Стоп, пауза это пауза А плей это плей Понятно Справа находится Редактор списка воспроизведений То есть сюда можете добавить Несколько воспроизведений Путем перетаскивания Я вам показывал как Сворачиваете вот так И перетаскиваете Сюда несколько Чтобы оно воспроизводилось По очереди Вот Здесь внизу Выберите Промотайте вниз Историю воспроизведения Здесь будет показываться То что вы воспроизводили Ну вот собственно говоря И все Пользуйтесь На здоровье Благодарю за внимание До новых встреч